Взрослым о детях, детям о взрослых. Очередной творческий день для сотрудников отдела литературы для детей и юношества прошел именно по таким девизам. В Брест на встречу с читателями приехали представитель издательства «Самокат» Галина Бочарова и талантливая писательница Наталья Евдокимова. Что общего у этих двух гостей? Их деятельность направлена на популяризацию семейного чтения. Сегодня в век информационных технологий вопрос общения детей и родителей стоит очень остро. Как сделать так, чтобы мамы и папы проще находили общий язык с ребенком? Как показать малышу, что именно в семье он сможет решить все свои трудности? Вот задача, которую сегодня ставят перед собой издатели и авторы. Как мы все понимаем, жизнь реальная, она не черная и не белая. В ней случаются хорошие моменты и плохие, и дети видят какие-то переживания взрослых и, может быть, не могут поговорить о них с родителями. И мы вообще часто говорим родителям, в основном предлагаем им читать книги вместе и потом их обсуждать. Книги Натальи Евдокимовой, как и большинство изданий, сходящих с типографских станков московского издательства «Самокат», качественно отличаются от другой подобной литературы. Через печатное слово автор разговаривает с юным читателем о его проблемах и о тех трудностях, с которыми он может столкнуться в семье. Непонимание между родителями, взрослый алкоголизм. Писательница показывает, не бывает чего-то только плохого или только хорошего. Именно поэтому важно уметь быть мудрым. Я начала писать до того, как у меня появились дети, и я считаю, что всё самое такое лёгкое я написала до их рождения, потому что, когда они рождаются, понимаешь, мир немножко с другой такой материнской стороны. И вот эту материнскую сторону уже невозможно не добавлять в произведение, она сама туда ползёт. Вот поэтому, мне кажется, лучше детей понимают те, у кого детей нет. Последние лет 20 мы очень активно работаем в этом направлении, рассказываем своим читателям об этих новых авторах, о новых темах, о новых творцах этой новой детской литературы. И вот вся сложность сегодняшней жизни, где нет только белого и только чёрного, где нет только хорошего и только плохих. Вот в этом плане все люди и события, они такие разноцветные, они такие разнообразные. Вот это основная примета этой новой детской литературы. Участниками встречи стали школьники учебных заведений города. Несмотря на разные возрасты предпочтения, вообще не с автором, ребята с удовольствием цитировали строки из книг, обсуждали отдельные главы и проблемы. Открытый диалог получился насыщенным и интересным. И полезным он был как для детей, так и для взрослых. Продолжение следует...